Небо вдруг становится оранжевым. Все, что вы видите, подняв голову, это миллионы бабочек. Вам просто посчастливилось стать свидетелем захватывающего природного зрелища ежегодной миграции бабочек-монархов. Каждую осень, когда дни становятся короче, а температура на северо-востоке США и в Канаде понижается, эти прекрасные создания покидают места своего летнего размножения. Они пролетают до 5000 километров до Мексики и никогда не возвращаются обратно. Их идеальное место зимовки находится высоко в горах. Миллионы бабочек-монархов находятся там в безопасности под пологом елей. Как только зима заканчивается, им пора возвращаться на север. В районе Техаса они делают остановку, чтобы спариться и отложить яйца на растениях семейства молочайных. Через несколько дней яйца превращаются в гусениц, которые питаются растением до тех пор, пока не превратятся во взрослых бабочек. Теперь их очередь продолжить путь на север, пока они не найдут новое место для размножения. Таким образом, в пути происходит смена поколений. И может потребоваться до пяти таких путешествий, чтобы добраться до конечного пункта назначения в Канаде. Настоящая загадка природы – то, что бабочки, летящие на юг, живут до восьми месяцев. Тот же вид, возвращающийся обратно, завершает свой жизненный цикл за 5-7 недель. Ученые до сих пор не знают, почему монархи мигрируют и как они находят свой путь. Возможно, это связано с цветением молочая – основного источника пищи. Возможно, они находят свой путь, ориентируясь на положение Солнца. Горбатые киты – настоящие чемпионы по миграции и размерам среди млекопитающих. За своим обедом они преодолевают расстояние до 8 тысяч километров. Летом они движутся к полюсам, в более холодной воде, где много криля и мелкой рыбы. Зимой они уходят на юг, в тропические воды экватора. Они также путешествуют, чтобы спариваться. У них есть определенные места, где они собираются для этого. В зимний период размножения можно услышать пение самцов-горбатых китов, которые, скорее всего, привлекают самок или метят свою территорию. Они издают длинные серии звуков и могут повторять одну и ту же песню в течение нескольких часов. Когда песня меняется, все мигрирующие в данный момент певцы подхватывают новую мелодию. Удивительно, как им это удается, ведь расстояние между группами может составлять более 5 тысяч километров. Морские черепахи мигрируют по более сентиментальным причинам. На протяжении сотен миллионов лет эти милые семейные ребята возвращаются в то самое место, где они родились, чтобы отложить яйца. Они могут преодолевать тысячи километров, в основном, когда сменяются времена года и вода становится комфортной температурой. На это могут уйти годы, ведь некоторые из них пересекают Тихий океан между Индонезией и западным побережьем США и Канады, что составляет в общей сложности 16 тысяч километров. Но как им найти нужное место, если родители не могут просто послать им геометку? Ученые выяснили, что они ориентируются по невидимым линиям магнитного поля Земли. Оказалось, что каждый участок береговой линии имеет свои уникальные магнитные характеристики. Черепахи запоминают их и передвигаются с помощью своего внутреннего компаса. Магнитное поле медленно, но верно меняется, поэтому черепахи вынуждены менять места гнездования. Лосось рождается в пресноводных ручьях и уходит в океан молодым. Атлантический лосось имеет коричневую пятнистую окраску, проходя сотни километров в пресной воде, и становится серебристым в океане, где преодолевает до тысячи километров. Взрослые особи живут в океане от 1 до 5 лет, питаясь в основном зоопланктоном. Затем наступает время возвращения в пресные воды для гереста. На обратном пути к местам размножения им приходится подниматься на тысячи метров против течения в горных ручьях. Этот сложный путь называется бегом лосося. Они отправляются в путь, потому что знают, что ручей, которому они направляются, будет хорош для нереста, и там они встретят подходящую для спаривания особь. Молодые лосося запоминают запах родного ручья и, возможно, даже отмечают различные точки на пути к океану, чтобы найти его снова. Как и морские черепахи, они используют магнитное поле Земли в качестве компаса для своих путешествий. Тихоокеанские лососи и большинство самцов атлантического лосося живут всего несколько недель после нереста, а некоторые самки атлантического лосося выживают и мигрируют обратно в океан. Карибу, более известные как северные олени, являются чемпионами по дальности миграции среди наземных млекопитающих. Каждую весну на Аляске они преодолевают расстояние около 600 километров от мест зимовки до мест летней кормежки. Отдельные особи преодолевают до 5000 километров, но миграция стада гораздо более впечатляющая. Самое крупное стадо насчитывает не менее 260 тысяч особей, а территория его миграции занимает площадь, превышающую Калифорнию. Ученые надевают на некоторых членов стада радиоошейники и делают тысячи фотографий, чтобы пересчитать их всех. Такая перепись проводится раз в три года в хорошую погоду, чтобы определить, растет или падает численность стада, и отследить характер его миграции. Карибу проходят через все эти миграционные трудности, чтобы благополучно вырастить своих новорожденных малышей. Они достигают отдаленных угодий, где беркуты, волки и медведи-гризли не потревожат молодняк в первые самые уязвимые дни. Еще один хороший повод отправиться на север – это спасение от комаров, которые в теплое время года становятся большой проблемой. Кроме того, олени получают свежую сезонную пищу из тех мест, где останавливаются. Их миграция способствует удобрению местности, по которым они проходят, а значит, тундра должна быть благодарна им за восстановление и защиту своих территорий. Антилопы гну – родственники антилопы газелей. Большую часть своей жизни они проводят на равнинах Серенгетии в юго-восточной Африке, питаясь в травянистых саваннах. Каждый год в конце сезона дождей, обычно в мае или июне, миллионы диких антилоп устремляются на северо-запад в поисках более зеленых пастбищ, а затем возвращаются обратно. Эта миграция настолько впечатляющая, что считается одним из семи чудес света. К сожалению, не все дикие животные добираются до конечного пункта назначения, поскольку им приходится пересекать реки, кишащие гигантскими крокодилами, проходить мимо голодных львов и других хищников. Если посмотреть на миграционные маршруты Стрекоз, то их можно назвать настоящими путешественниками. Ученые обнаружили один из таких маршрутов, который пролегает от Индии до Мальдивских и Сейшельских островов, Мозамбика, Уганды и обратно. Это не менее 14 тысяч километров. Это самая длинная миграция насекомых, известная нам сегодня. Похоже, они отправляются в это эпическое путешествие, когда температура воздуха достигает определенной отметки. Одни начинают становиться длиннее. Скорее всего, они отправляются за дождями, которые начинаются в сезон мусонов в Индии и прибывают в сезон дождей в Восточной и Южной Африке. Одному хрупкому насекомому не под силу пройти весь путь, поэтому он превращается в своеобразную эстафету, в которой участвуют 4 поколения Стрекоз. Каждое поколение играет свою роль в этом путешествии. Ученые не могут установить на Стрекозах радиомейки, как это делается с другими животными, поскольку эти насекомые слишком малы. Поэтому для того, чтобы сложить пазл миграционного маршрута, они проанализировали данные за 21 год, полученные от добровольцев граждан, а также образцы крыльев из музеев. Каждый из образцов имел химический код, по которому можно было приблизительно определить, откуда насекомые родом. Эти данные помогли ученым понять, какое расстояние преодолело то или иное насекомое во взрослом состоянии. Известно, что слоны веками путешествовали по Африке. Они полагаются на память вожака стада, когда речь идет о запоминании хитроумных маршрутов миграции. Главный слон ведет всех остальных к источникам пищи и воды при смене времен года. Также они мигрируют для того, чтобы избежать опасности, которую в большинстве случаев представляют собой люди. Слоны разработали собственные коммуникативные методы передачи информации о возможной опасности. Они используют химические выделения, вибрации, жесты и прикосновения. Недавно во многих африканских странах были восстановлены некоторые из древнейших маршрутов миграции слонов. Эти ребята в течение нескольких поколений обычно избегают опасных мест, но узнав, что маршрут безопасен, снова начинают им пользоваться. Редактор субтитров А.Семкин